Тут спрашивают о тех, кто сидят в телефонах во время пятничной проповеди, или между азаном и икамой, или же на мелодию в телефоне ставят музыку, или во время молитвы не ставят телефон на безучный. Какое наставление шейх даст этим людям? Тут упоминается четыре вопроса, поэтому разберем их каждый по отдельности. Что касается первого вопроса, когда человек занят своим телефоном во время пятничной проповеди, подобное поведение является харамом, потому что во время пятничной проповеди мусульманину обязательно слушать и молчать. Ведь пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, кто играет камушками, тот занимается пустым делом, а тот, кто занимается пустым делом, у него нет пятничной молитвы. Поэтому если мусульманин занят своим телефоном во время пятничной проповеди, то мы скажем, что его положение — положение того, кто занимается пустым делом. А если он находится в положении того, кто занимается пустым делом, то он не получает награду за пятничную молитву и получает грех за это его действие. Просим у Аллаха благополучия и безопасности. Когда имам произносит пятничную проповедь, мусульманин обязан молчать и слушать то, что говорит имам из его наставления и слов истины. Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда прихожанин мечети занят своим телефоном в промежутке времени между азаном и икамой, если он смотрит или слушает какие-либо дозволенные вещи, этот человек лишился этого великого блага. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Между азаном и икамой мольба не отвергается». Этот человек лишился этого великого блага, так как если бы он совершил два раката молитвы и обратился с мольбой к Аллаху, прося у него что-то из своих нужд, будь это для мирской жизни или загробной, то ему будет отвечено на его мольбу. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Между каждым азаном и икамой молитва». Поэтому, когда мусульманин вошел в мечеть, совершил там два раката молитвы, и осталось время до наступления икамы, мы скажем ему, «Тебе нужно занять себя чтением Корана или обращением с мольбой к Аллаху». Что касается чтения Корана, то в сахихе Муслима со слов Руква ибн Абира говорится, «Если человек пораньше отправится в мечеть и прочитает там один аят книги Аллаха, то это будет лучше для него, чем обладание верблюдом». А если он прочитает два аята, то это будет лучше для него, чем обладание двумя верблюдами. Если же он прочитает три аята, то это будет лучше для него, чем три верблюда. Таким образом, чем больше аятов прочитает человек, тем это будет лучше для него. И это будет подобно обладанию таким же количеством верблюдов, что является великим благом для него. Также мольба, с которой обращаются между азаном и икамой, не отвергается. Поэтому пусть этот человек посмотрит на то, сколько награды и великого блага он упустил, будучи занятым делом, которое не приближает его к Аллаху и не повышает его степень перед Аллахом. Но он только лишился награды и блага в это благословенное время. Поэтому я советую моим братьям, которые пришли в мечеть, и у них еще осталось время до наступления Икамы, чтобы они заняли себя чтением Корана, поминанием Аллаха, мольбой и обращением к своему Господу. Так как это время – один из промежутков, когда на мольбу приходит ответ. Что касается третьего вопроса, когда мусульманин ставит на мелодию звонка какую-либо музыку или какие-либо звуки, которые мешают молящимся. Мы скажем таким людям, что касается музыки, поставленной на мелодию звонка, то это недозволено, это харам. Этим действием ты причиняешь неудобства молящимся и ослышиваешься твоего Господа. Если мусульманину не разрешается громко читать Коран, чтобы не причинять неудобства молящимся, то что же сказать о том, кто повышает звук запретных вещей, вроде песни и музыки. Затем он попирает святость дома Аллаха тем, что он повышает там эти запретные звуки, музыку и песни. Дома Аллаха были построены только для того, чтобы в них поминали его имя и чтобы мужи прославляли его там утром и вечером. Поэтому ты противоречишь той цели, которую Аллах пожелал, повышая в мечетях эти запретные звуки. Тебе обязательно покаяться перед Аллахом и полностью изменить мелодии своих звонков и сообщений в твоем телефоне. Будь это во время молитвы или вне ее, измени все сигналы твоего телефона, чтобы они не были музыкой и песнями, так как предназначение этих сигналов, чтобы они оповещали тебя о том, что кто-то звонит тебе. А что касается того, когда человек ставит на эти сигналы музыку или песни, то мы скажем, что это недозволенно и харам. Тебе обязательно покаяться перед Аллахом. Запретность этого становится более великой, если это происходит в домах Аллаха. Нам следует бояться Аллаха и возвеличивать его обряды и дома Аллаха. А также мы должны возвеличивать и почитать эти пять молитв и мечети и не ослушиваться в них Аллаха. Это то, что связано с вопросами, которые ты упомянул.